Приветствую вас! Этот интересный спортивный автомобиль с необычным названием Тролль был разработан норвежским конструктором Пером Коль Ларсеном и немецким дизайнером Хансом Трипелем. Они загорелись с идеей выпускать европейские серийные автомобили из стекловолокна за пределами США. В США компания Chevrolet производила свой корвет из этого материала, а в Европе кроме одного единственного Трабанта никто из армированного стекловолокна таких машин не делал. Стекловолокно было относительно новым материалом в конце 1950-х годов и два компаньона посчитают, что производить автомобиль из нового материала будет значительно проще и, следовательно, дешевле. Приступили к созданию будущего автомобиля. Прозводство автомобиля организовали на своем же предприятии Тролль Пластик и Билл Индастрии в городе Лундия, Норвегия. Корпус будущего автомобиля был заимствован с немецкого автомобиля Goodboard Superior, но только увеличив на 15 см в длину. Корпус был установлен на передней раздвоенной раме и центральной трубы. Двигатель, который был установлен в передней части автомобиля, тоже изготовила фирма Goodboard. Это был двухтактный рядный двухцилиндровый двигатель объемом 700 кубических сантиметров с системой впрыска топлива Bosch. Мощность двигателя составляла 26 лошадиных сил, что хватало, чтобы разогнать автомобиль до 130 км в час. Совместно с двигателем работала трехступенчатая механическая коробка передач Hurd. Кузов автомобиля выполнен из стекловолокна, при этом увеличили также зону остекленения, стекла которой были заимствованы от другого немецкого автомобиля Ford Taunus. Сам же кузов автомобиля представлял из себя купе 2 плюс 2. Сзади автомобиля разместили вместительный багажник. Двери автомобиля сделали открывающимся против движения, так называемые двери для самоубийцев. Первый прототип был представлен в городе Осло в октябре 1956 года, но своим ходом он передвигаться пока не мог. Это был больше макет будущего серийного автомобиля. Но этого хватило, чтобы повергнуть норвежскую западную прессу в восторг, который порой не давали дорабатывать до конца автомобиль. Но препятствием стало нежелание государственных чиновников поддерживать Ларсена постройки и запуске в серийное производство его автомобиля. Дошло до того, что, закончив свой автомобиль в январе 1957 года, он приехал своим ходом обратно в город Осло, к зданию парламента в знак протеста. Но, увы, руководство так и осталось непреклонным. Чтобы запустить серийное производство автомобиль, нужны были большие мощности, более просторные помещения и так далее, на которых государства, к сожалению, не было денег. Ведь в те годы Норвегия еще не была нефтяным государством, и все финансы в основном шли от производства рыбы. И продав партию из нескольких машин, Ларсен со своими единомышленниками прекратил производство. Окончательную же точку в закрытии этого проекта поставило выставление в 1958 году на аукционе из-за банкротства фирмы Тролль, Пластик и Билл Индастри. Но, несмотря на все проблемы и препятствия, 4 из 5 выпущенных этими энтузиастами своего дела автомобиля дожили до наших дней, показывая всему миру, что в 50-е годы прошлого века Норвегия могла бы выпускать свои легковые автомобили. Если мой ролик вам понравился и был полезен, не забываем ставить лайк. Приветствуются ваши комментарии под этим видео. Желаю вам всего хорошего. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok